Это Кухня по заявкам, друзья. Кухня, где я выполняю ваши заявки. Сегодня заявка очень интересная. Она такая нескромная, но, вы знаете, она мне понравилась. Автору заявки, понимаете ли, надоело есть блинчики с икрой. И он хочет показать, а что еще можно есть с теплыми блинчиками. Не сладкого, а закусочного. Хотел бы я тоже так жить, чтобы и мне надоело есть блинчики с икрой. Автор, кстати, не указал, с какой икрой. Может, он, конечно, имел в виду баклажанную и кабачковую, но я не думаю. Есть у меня, так сказать, в хранилищах моей памяти, достаточно много, кстати говоря, таких, знаете ли, закусочных сопровождений к блинчикам. Я сегодня покажу два, чтобы они были разноплановые. Одна такая закусочка будет рыбная, а другая будет из курицы. И главный компонент сегодня – лук. Лук у меня сегодня будет и в блинчиках, в тесте у меня будет лук, и в обеих закусках. Так что я начну как раз с лука. Поэтому лука у меня может быть сегодня, друзья мои, много. Значит, я его намочил, потому что мокрый лук всегда удобнее чистить. И я поставлю сейчас сковородку. Обычная сковородка, пусть она греется, потому что мне лук нужно поджарить. Пусть она пока греется. Значит, вот видите, какое странное начало. Блинчики с двумя закусками, которые начинаются с лука. И вы сегодня посмотрите, как сделать вкусное луковое тесто для блинчиков. Ну, понятное дело, для тех блинчиков, которые предназначены в закусочном варианте, а не в сладком. Вот это один лук, это второй лук, и сейчас будет третий лук. Третий лук. Это я сам. Посмотрите, какой у меня сегодня красивый лук. Как у меня сегодня красивая рубашка и передник. Принято сегодня говорить, у меня классный лук. Ну, ладно. Значит, лук. Я нарежу лук на четверть кольца. Вот так. А вот эту луковицу пока вот так пополам. Вот так, чтобы вас запутать. Значит, эта половинка пойдет для теста, а эта пойдет для двух закусок. Я нарезаю лук, как я уже декларировал, на четверть кольца. И просто буду его жарить. Вот сейчас я буду плакать от счастья, как сегодня всем будет вкусно. Значит, растительное масло. И все, жарю лук. Может быть, здесь немножко больше, чем надо, но жареный лук всегда можно сохранить. Для каких-то будущих блюд. А теперь будет создание теста. Луковое тесто для блинчиков. Вот сырой лук. Он поступает в блендерный стакан. Сахар. Добавляю сахар. Добавляю соль. Добавляю яйцо. Добавляю немного молока. Думаю, что вот так. Добавляю растительное масло. Знаете секрет? Чем больше масла добавляется в тесто, тем более ажурными будут блинчики. Дырочек будет больше в них. И теперь мне остается только добавить сюда муку. И потом блендером все это перемешивать. И разбивать лук, чтобы он был невидимым там. Но вкус, чтобы он отдал свой. Я пока вот так положу. Две с половиной столовые ложки муки. И теперь блендер. У меня шкварчит лук. Я сейчас его вот так вот понаперемешиваю. И поехали. Ну вот тесто еще, естественно, жидковато. Еще мука. То есть мы сейчас одновременно перемешиваем тесто. И обогащаем его луковым пюре, по сути. Да, чтобы было вкусненько. Это жарящийся лук. И для того, чтобы иметь сейчас гарантию однородности этого теста, я его пропущу через сито. Не дай бог там какая-то частица лука осталась, знаете, чтобы было гладенько и однородно. Ну вот парочку каких-то частиц я сейчас на сито вижу какую-то неоднородность. Ну и хорошо. Значит, не зря пропускал через сито. Я могу сейчас переставить сковородку с жарящимся луком на зону овальную. И теперь блинная сковородка. Блинная сковородка нагревается. Значит, у меня в тесте, как вы понимаете, растительное масло есть. Но для первого блинчика я всегда наливаю масло в сковородку. А потом уже этого не делаю. Поэтому вот я грею чуть-чуть масло. Сковородка должна разогреться хорошенько. Сейчас я вам заодно покажу маленький секретик, как сделать блинчики одинаково тонкими. Для этого должно пройти какое-то время. Во-первых, позвольте напомнить всем моим зрителям, кто, может быть, меня смотрит недавно, кто еще не знает меня, такого классного и умного повара. Чем отличаются блинчики от блинов? Блины – это толстые. Как правило, дрожжевые блины. Они толстые и пышные. А блинчики тонкие. Вообще, для нашей страны характерны, конечно, блины. Потому что именно их можно было печь в русской печи. Блины пекли, а не жарили. Потому что в русской печи жарить нельзя. Но мы с тех пор говорим, что мы печем блинчики из уважения к русской печи. Хотя на самом деле мы их сегодня жарим. Посмотрите, какой у меня хороший дымок в сковородке. И вот смотрите, что я имею в виду, когда блинчики одинаково тонкие. Я даже не пользуюсь никакой поварешкой. Смотрите, я наливаю тесто. Вот так вот его распределяю. Первый блинчик всегда немножко скользкий. А потом, смотрите, что делаю. Остатки теста, лишнее тесто просто сливаю через край в миску. Хорошая сковородка. Ничего к ней не липнет. И я сейчас сделаю вот так. Хорошие, нормальные повара всегда переворачивают блинчики в воздухе. Этот блинчик уходит на тарелку. Посмотрите, как все просто. Раз, вот так вот плеснул. Разровнял. Еще могу плеснуть. Вот так вот. И лишнее тесто. Мне приходится наклонять на себя. Но вот видно, лишнее тесто стекает через край. Тогда я всегда наношу тесто одинаковой толщиной. Вот этот блинчик уже... Ну, когда блинчик чуть-чуть, он не хочет по сковородке вот так ездить, тогда настоящие повара голыми руками его переворачивают. И вот теперь этот блинчик тоже готов. Я вот так не боюсь наливать тесто много, потому что все равно лишнее, все равно... Видите, вот лишнее опять тесто, вот оно стекает. Значит, лучок у меня готов. Лучок готов, выключаю конфорку. Вот блинчик не хочет ездить по сковородке. Я поэтому, видите, раз, руками. Ну, я думаю, что это будет... Нет, еще на один хватит. Немножко еще на один хватит. И вот опять лишнее тесто убираю. Как раз еще на один блинчик хватит. Первая сторона блинчика всегда печется эффективно, потому что тесто жидкое, оно хорошо прилипает к сковородке. А вторая сторона, она уже зафиксировалась, она не так плотно лежит на дне, поэтому, видите, вторая, допустим, сторона блинчика часто уже вот с такими отдельными подпалинками, потому что она уже менее эффективно контактирует со сковородкой. Это обычное нормальное явление. И завершающий. Вот как раз мне хватило. Там где-то неполный стакан молока, одно яйцо, муки там сколько взяло. Ничего лишнего не буду убирать. Тесто. А оставлю как есть. Ну вот, и у меня как раз готов лук. Мне лук тоже нужен будет сегодня. Я сейчас разве что... Смотрите, что сделаю. Я сейчас возьму вот такую емкую тарелочку. Блинчики. Сложу. Вот так сложу блинчики. Я хочу их просто до поры до времени подержать, чтобы они оставались тепленькими. А, пять блинчиков у меня получилось. Не четыре, а пять. И вот так вот немножко они тоже сейчас отдают, знаете ли, таким жареным подпеченным лучком. Потому что тесто луковое. И теперь я их вот так накрою, накрою фольгой. Блестящей стороной фольги на блинчики, да. И тогда блестящая сторона отражает тепло. И блинчики у меня во всяком случае будут оставаться как раз для употребления их теплыми. Есть. Ну, теперь я сделаю еще одну штуку, друзья. Мне это очень важно сегодня для одной закуски, для ее скрепления. Я сейчас сделаю немного, не ругайтесь на меня, немного майонеза. Но домашнего майонеза, своего, мне опять понадобится стакан. Смотрите. Яйцо. Соль. Сахар. Сахара больше, чем соль. Очень важно добавить горчицу. Это обычная русская горчица. Где-то вот, смотрите, на одно яйцо. Горчица. Мне нужно сейчас хорошо потренировать это яйцо вместе с горчицей. Разбить это до однородной такой вот жижи. И когда я побил, вот теперь могу небольшими порциями вливать растительное масло. Для удобства создания майонеза. Масло для майонеза у меня находится в таком вот ковшечке. И вот, смотрите, я сейчас добавляю. Потом уже можно усиливать. Образуется эмульсия. Причем здесь ситуация такая. Больше масла, гуще майонез. Глубже в лес, толще партизаны. Ну, как всегда. Вот, смотрите, какой у меня густой уже майонез. И теперь кислота. Ну, я люблю лимонный сок, потому что это такой, знаете ли, натуральный продукт. Лимонный сок. Я сейчас выжму его в мисочку. Чтобы, не дай бог, косточек там не было. И снова блендером проработаю, чтобы эффективно интегрировать лимонный сок в майонез. Он густой. Вот, лимонный сок. В майонезе кислота это только вкусовое вещество. Ну, понимаете, ребята, какая философия есть у кислоты. Вот, смотрите, есть два вещества в нашем обиходе, которые жирную еду делают менее противной по ощущениям. Попробуйте съесть кусок сала свиного, который не соленое, а просто свежее сало. Противно, потому что очень жирно во рту. Но как только мы сало посолим, оно не противное, потому что соль, она нивелирует ощущение жирности. Продукт от этого не будет менее жирным, но менее противно его есть. А второе вещество – это кислота. Майонез – жирный продукт. Домашний майонез, кстати говоря, всем хорош. Он плох только одним. Он гораздо более жирный, чем промышленные майонезы. У меня нет другого выхода. Поэтому кислота, добавляемая в жирные продукты, делает их менее противными. Майонез тогда вкусненький. И нет ощущения жирности. Все, майонез готов. Сейчас я еще соберусь с мыслями, чтобы продолжать работать. Поэтому через некоторое время встретимся. Друзья, это «Кухня по заявкам». Кухня, где я выполняю ваши заявки. И теперь я сегодня делаю блинчики с двумя закусками. Потому что заявка нашего зрителя была про то, что ему, видите ли, надоело есть блинчики с икрой. С чем еще? Ну, там, с чем еще едят блинчики? Ну, с селедкой, наверное, блинчики едят. Может быть, там, с селедочным маслом едят. Может быть, с каким-нибудь яичным салатом едят. Да? А вот у меня сегодня принципиально иная будет еда. Я опять достаю, смотрите, что. Еще одну комбинацию стакан и нога от блендера. И теперь буду делать еще одну такую эмульсию, я бы сказал, для закуски второй. Грецкие орехи. Грецкие орехи. Отправляюсь за кинзой в холодильник. Кинза в контейнере. Вообще, у меня здесь целый набор контейнеров. Они называются бриллиант от Fibo. Эти контейнеры, смотрите, как надежно стоят друг на друге, тем самым экономится место на кухне. Эти контейнеры прозрачны. И сразу видно, что в них лежит. Они сделаны из очень прочного материала, который называется тритан. Они стойкие, они не бьются и не впитывают запахи. Я вот так вот возьму прямо шматочек кинзы. Кинза мне еще пригодится. Я сейчас оставшуюся кинзу положу на салфетку. Потому что мне нужно будет ее нарезать. Пусть она немножко промокнется. Ну вот контейнер пуст. Вот, кстати, я вам сказал, что они не бьются. Вот смотрите. Ну вот, сколов, трещин, ничего нет. Продолжаю собирать стакан. Значит, в стакане сейчас грецкие орехи кинза, чеснок. Чеснок. Порошочек, мой любимый пашетник. Порошочек. Соль не забудем. Соль. Жареный лук. Я его жарил, но он мне пригодится еще для другого. Жареный лучок. И я просто добавлю сюда чистую воду. Сначала не так много, потом подрегулируем. И опять работа блендером. Есть еще одна баночка. Две баночки. Ну что ж. Вот теперь у нас есть все для того, чтобы собрать эти самые две закуски. Значит, я отправляюсь в холодильник за компонентом для первой закуски. Это отварные куриные бедра. Бедрышки, которые без костей. Сейчас я их измельчу в мясорубке. Это будет версия такого, знаете ли, паштета. Я их нарезаю, чтобы они попали в мясорубку хорошо. Они холодненькие. Вот так. И сейчас я буду немножко шуметь. Поехали. А вот теперь, смотрите, все как просто. Я беру ореховую заправку. Сейчас я смешаю. И у меня сейчас будет версия паштета из курицы в стиле действительно сациви. Присолить надо, потому что надо курицу посолить. У меня только соус соленый. И вот, смотрите-ка. У меня будет сейчас прекрасный паштет с таким вот вкусом. Потом я еще и доработаю его металлической ложкой. Вот так. Есть. И теперь следующая закуска. Опять иду в холодильник. За рыбной частью. Это, смотрите, отварное филе трески. И руками быстренько его переберу, потому что там могут быть косточки. Филе трески отваривалось в воде, которая была посолена сильнее, чем надо было бы. То есть это где-то пол горки столовой ложки соли на литр воды. То есть более соленая вода. У меня этого достаточно. А сюда, как вы понимаете, пойдет майонез и много жареного лука. Вот почему лука я жарил много, потому что он пошел и в одну закуску в соус, и во вторую. А вот здесь будет много лука. Треска, знаете, очень любит жареный лук. И мой вкусный домашний майонез. Посмотрите, какой он густой. Вот. И вот сейчас за счет майонеза я все это склеиваю. Солить я буду, если то совсем чуть-чуть. Можно капельку сахарку дать для понту. Ну что ж, теперь будем подавать. Я нарежу сейчас немножко огурца. Ну, огурцы всегда не мешают блинчикам. Вы поймете, что огурчик здесь у меня может еще носить его присутствие. Это такой некоторый, знаете, технический характер. Значит, первое. Курица. Я говорил, что я немножко еще надавлю металлической ложкой на этот паштет. А теперь я буду брать, вот двумя ложками сделаю вот такие вот кнельки. Для удобства, может быть, для красоты. Вот так кладу. Такие кнельки через одну. Я буду класть их сейчас пока вот так. Положу сейчас, допустим, три такие кнельки. Будет уже понятно, что я хочу этим сказать. Вот теперь я вот так делаю, да? Наклеиваю огурчик. А теперь я беру две другие ложки и сделаю кнельки уже из трески. И поскольку это рыба и курица, они будут лежать рядом, но их будет отделять ломтик огурца, ну, чтобы вкусы не смешались. Вот, смотрите. Вот так будет треска здесь лежать. Ну, вот так, допустим. Ну, у меня получилось сейчас три куриные, две тресковые. Треску я посыплю красненьким, красной паприкой, чтобы их выделить. Еще кинзы. Я могу нарубить немножко кинзы. И дать наклеить чуть-чуть кинзы. Вот так на курочку. Еще я хочу по грецкому орешку на курочку. Вот так мы выделим коричневым. И теперь помните мои тепленькие блинчики. Вот они, красавцы. Да, и сейчас. Вот они действительно еще тепленькие. И мы сейчас вот так еще уложим здесь три вот таких уже посветлее блинчика. Да. Вот у нас получилась весьма хорошая, прекрасная комбинация из теплых блинчиков и двух паштетов, по сути. Да. Один рыбный, а другой куриный. Вот я считаю, что это отличная трапеза для любого времени суток, для любого времени года. Так что посмотрите, во что вылился сегодняшний запрос нашего зрителя, который устал есть блинчики с икрой. Икра это действительно не единственный, так сказать, да, сопроводитель для блинчиков. Так что ешьте с аппетитом, друзья. Будьте здоровы. До встречи на этой кухне.